Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Паралепименон или книги летописей. И мы будем читать 22 главу. И сказал, Давид, вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжения Израиля. То есть все было как бы приготовлено, но еще дом не был построен. Была временная вот эта скиния, шатер, но она тоже могла называться домом Господа. Далее рассказывается о том, как Давид заготовляет материалы для строительства храма. И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия. И множество железа для гвоздей, к дверям ворот и для связей заготовил Давид. И множество меди без весу, то есть так много было меди, что ее невозможно было взвесить. И кедровых дерев без счету, потому что седоняне и теряне доставляли Давиду множество кедровых дерев. И сказал Давид, Соломон, сын мой, молод и малосилен, А дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величественен на славу и украшение пред всеми землями. И так буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много. То есть, когда Давид понимал, что он не построит храм, он все сделал, и чертеж храма, и дерево заготовил, и меди без счета, понимая, что сын, молодой правитель, он едва ли справится, а тут как бы все уже было приготовлено, только надо было построить храм. Далее говорится о том в этой голове, как Давид завещевает Соломону, своему сыну, построить храм и как он уже при своей жизни ставит Соломона царем. Потому что была опасность, опасность, что после смерти Давида Соломона не поставят царем. И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону, сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего, но было ко мне Слово Господне, и сказано, ты пролил много крови и вел большие войны, ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на земле пред лицом моим. То есть, хотя Давид вел войны Господни, об этом несколько раз говорится в книгах царей, однако война есть война. И храм может построить только человек мирный. А само имя Соломон по-еврейски шломо от слова шалом, то есть мир, оно и переводится как мирный. И далее, вот у тебя родится сын, это то, что Господь сказал, он будет человек мирный, вот это можно перевести как человек шломо, потому что шломо, соломон, это означает мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом, посему имя ему будет Соломон, то есть именно поэтому ему дали такое имя, потому что имена давали в пророческом озарении, и они как бы отражали смысл жизни того или иного человека. И мир, и покой дам Израилю во дни его, он построит дом имени моему, то есть в этом храме будут прославлять имя Божие, и он будет мне сыном, то есть Господь будет заботиться о нем после смерти Давида, как о сыне, а я ему отцом и утвержду престол царства его над Израилем навек. На век, то есть пока он жив, то есть на его век, его царство будет твердо. А если было сказано «на век» и «век века», это значит и на потомков. Но уже сын Соломона, Рваам, развалит единство Израильского царства, потому что отвергнет совет старцев и окружит себя молодыми советниками, а это путь к расколу. «И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как Он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум». Кстати, когда Господь будет спрашивать Соломона, что ты хочешь? Славы, богатства или разума. Соломон попросит разума, как бы подчинившись воле отца. «Да даст тебе Господь, говорит Давид сыну, смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего». Ну, сразу возникает вопрос, зачем смысл отличается от разума? А разум от смысла? То есть человек просто не должен иметь какие-то знания, не зная, как их применить. Просто знание по-еврейски — это хохма, а смысл — это как распорядиться этими знаниями. Если как бы мудрость ради мудрости, это такой процесс самолюбования. А если это нужно для дела, те или иные познания, то это разум со смыслом. «Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедовал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужественен, не бойся и не унывай». То есть пока ты будешь верен закону Божию, не бойся и не унывай. А вот если будешь неверен, и страх на тебя нападет, и уныние. «И вот я при скудости моей», — говорит Давид, «приготовил для дома Господня сто тысяч талантов золота и тысячу тысяч талантов серебра. Сто тысяч талантов золота и целый миллион талантов серебра. А меди и железу нет веса, потому что их множество. И дерева, и камни я также изготовил. А ты еще прибавь к этому, то есть не останавливайся на достигнутом отцом, а продолжай дальше собирать богатство для Дома Божия. «У тебя множество рабочих, и каменотесов, и резчиков, и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золоту, серебру, и меди, и железу нет счета. Начни и делай, Господь будет с тобой». То есть начни, делай, то есть не стой просто так, а что-то начинай делать. Как Абрусиопчинский давал совет новоначально, «А что ж ты ничего не делаешь? Ты начни, а там посмотришь». И завещал Давид всем князям Израилевым помогать Соломону, сыну его, «Не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон?» То есть они должны проявить благодарность. «Потому что Он, то есть Господь, предал в руки Мои, жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом Его». Давид вел войны, и он добился независимого положения своего народа. И наступил мир. «Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу». Давид говорит это с антонацией, как бы, ну, наконец-то встаньте и постройте святилище Господу Богу. «Чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господня». Вот это наставление он давал Соломону, когда воцарил уже Соломона при своей жизни и добился клятв от князей еврейских, Сарим, Исраэль, чтобы они обещали, что они будут помогать Соломону в этом важном деле. И он уже рекрутировал иноземцев, которые были способны в таких работах, в подобных работах, создал из них строительные команды, то есть все приготовил к тому, чтобы его сын спокойно и благоприятно занимался строительством храма. Ис Chan, для устоянов occенным, не только трое себе, которое говорит на осторожное время, что смел. которые-то называют себя, это не pourrait turnaroundить, ненавиде начал решить с Соломонона, 한다-соломон, занавиденем спорнаяançон, но и soprattutto не умеет. Продолжение следует...